Ну, Adidas уже действительно заиграл все, то есть, это еще какое-то время продлится, но мне кажется, просто все забьют скоро на изики, вот прям совсем. Всем привет, ребят, добро пожаловать на канал Hypebeast, и с вами я, его ведущий, Риха Хартс. У меня накопилось довольно-таки большое количество посылок с разными кроссовками, которые я заказывал, я уже просто начал забывать, что же там за пары и откуда я их заказывал. И также я недавно был в России, и был релиз Nike of White Dunk, и я купил себе еще две пары, поэтому посмотрим сегодня на большое количество интересных пар. В общем, вот такое вот количество посылок у меня, здесь шесть пар и две без коробок, потому что я их привез с собой. Я ждал целых два дня, чтобы открыть эти коробки, поэтому вот действительно, вот просто чтобы снять ролик, я не открывал их специально, чтобы показать вам свою реакцию на эти пары, потому что многие из них я увижу впервые. В общем, меняем ракурс и погнали. Ну что же, начнем с самой первой пары, не будем пока трогать коробки, которые запакованы, я вам покажу, что я привез с собой с России. С России я привез с собой две пары Dunk'ов, сейчас я вам покажу, какие расцветки. Первая пара это вот такие вот синие Dunk'и. Nike of White Dunk выпустили три расцветки. Вот такую желто-синюю, также была зелено-белая, которая была у нас на обзоре месяц назад или несколько месяцев назад. Ну а также еще красный с серым, и в этом ролике вы увидите все три расцветки, потому что, мне кажется, красный с серым должны быть в какой-то из этих коробок. Вот эту пару я наверняка оставлю себе. Мне кажется, что эти кроссовки маломерят на полразмера, то есть у меня обычно 9US, эти я мерил и 9, и 9, и 5, и, наверное, 9, и 5 я все-таки оставлю себе. Первая коробка, убираем ее в сторону. И следующая пара это 9US, коробочка уже поменьше, чем 9, и 5. Сейчас посмотрим, что там. Здесь те же самые Off-White Dunk'и, только уже в зеленой расцветке. В данный момент на рынке зеленая расцветка стоит дороже всех, и причем с неплохим отрывом. Зеленые сейчас стоят в районе 750 долларов, в то время как синие стоят в районе 500, то есть, ну, разница довольно-таки значительная. Разница почти два ритейла. Когда кроссовки в магазине стоили 12 тысяч рублей, а сейчас рынок на них в районе 40, то есть, ну, действительно неплохие пары, но зеленые стоят вот в разы дороже других, потому что сток был приблизительно одинаковый у всех расцветок. Да, и я не сказал бы то, что зеленые самые красивые, или они как-то отличаются от других, потому что здесь уже на вкус и цвет, но зеленая пара стала фаворитом многих, и поэтому на рынке она сейчас самая дорогая. Но и также китайский рынок кроссовок сыграл довольно-таки большую часть, именно того, что зеленые кроссовки стали самые дорогие. До релиза я общался со своими китайскими кентами, и они мне сказали то, что только зеленые надо покупать, типа, остальные будут шлак. Я знал то, что остальные не будут шлак, но в любом случае они в какой-то мере были правы, то, что зеленые сейчас самые дорогие из всех трех расцветок. В общем, я убираю эту пару. Хорошо, теперь переходим к коробкам, будем их открывать и смотреть, что же там. Так, это коробка от Farfetch'а. Так, здесь все инвойсы, это уже неплохо. Вы, наверное, спросите, Риха, откуда у тебя сейчас столько данков? Во-первых, в платном чате, в Телеграме мы взяли довольно-таки много пар. У нас вышло больше 50 или 60 пар. В основном все пары были с Farfetch'а, потому что там был релиз, который никто вообще не ждал, что они дропнутся на Farfetch'е. Мы об этом узнали, и поэтому мы успели набрать много пар. Ребят, вы мне очень часто пишите, Риха, а как купить кроссовки за ритейл, не переплатив реселлером? Ну, либо просто купить кроссовки и продать их подороже? Вот именно для этого я создал группу в Телеграме, где мы делимся с вами новостями из мира моды, информацией о всяких новых релизах, сколько и на чем можно будет заработать. Ну, а также пишем очень крутые статьи, чтобы вы узнавали много нового. Ну, а если ты хочешь начать зарабатывать на перепродаже одежды и кроссовок, ну, или просто брать очень хайповые релизы по типу вот таких, либо вот таких, то мы сделали платный чат, где мы обучаем вас этому. Мы обучаем вас брать вещи на релизах за ритейл, то есть за цену, которую просит магазин изначально. Поэтому, если ты хочешь брать вот такие вот крутые релизы, то ты знаешь, что делать. Переходи по ссылочкам в описании, присоединяйся к нам и узнавай много нового. В общем, будем смотреть, что же там за расцветки и что же в коробке. Так, самое главное, на самом деле, во всех посылках – это наклеечки, потому что наклеечки надо собирать. И это как раз красная пара, о которой мы говорили. О, как здесь аккуратно сложена бумага, она не помята даже почти. Красную пару я уже в жизни видел, но вот так вот в руках никогда не держал. Мне кажется, я теперь понимаю, почему зеленые самые дорогие. Я, наверное, себе оставлю синюю расцветку, хотя зеленые мне тоже нравятся, красные как-то вот мне вообще не зашли. До релиза, когда показывали фотографии всех трех расцветок, все думали то, что это будет красный с белым. Но если вы присматривались к фотографии, там был красный с серым, и вот в жизни, когда ты смотришь на эту пару, ну это прям действительно, это прям серый-серый. И даже надпись на шнурках тоже серая. И вообще я фанат лоутопов, фанат низких кроссовок, низких силуэтов. И то, что сейчас данки начинают возвращаться, низкие Джордные единички начинают возвращаться, точнее просто начинают набирать обороты, и на них снова появляется большой спрос. И всякие знаменитые артисты и дизайнеры выбирают именно данки, всякие Джордные единички низкие. И это в основном низкие модели. Короче, красные данки, убираем их тоже в коробку. Это посылка от компании Adidas. Где же она тут открывается? А, вот. Так, эти. 700-ые. Изи 700. Так, чеков ничего нету. Окей. Так, это 700-ые изики, но это не обычные 700-ые изики. Это 700-ые V3 должны быть, я так думаю. Перед тем, как я достану эту пару, я вам сразу скажу то, что она ужасно маломерит. 350-ые V2 маломерят. 700-ые V3 можно спокойно брать на размер или даже на полтора больше. Я действительно не знаю, что у Изи с размерной сеткой, и как они вообще делают такие размеры, то, что на полтора размера пара маломерят. И это большая компания. У них должны быть какие-то нормы, типа, чтобы вот 43-й размер был 43-м, а не 43-й на коробке, был на самом деле 41-м. Типа, ну это ненормально. В общем, давайте достаем, смотрим на пару. Я ее 700-ые V3 в жизни я еще не видел, поэтому мне самому интересно посмотреть на них. Так. Раз. Да, я даже не вижу смысла второй кроссовок доставать. Это что-то новенькое. Я взял неоновый фонарик, чтобы посмотреть, потому что пара должна светиться в темноте. И действительно она светится. Вот это вся белая часть, то есть здесь материал идет, а вот эта вот вся белая часть, она будет светиться в темноте. На самом деле пара необычная, то есть Adidas наконец-то представил нам что-то новое. Вышли 380-ые, потом сейчас 700-ые V3. Это очень лимитированные кроссовки. Их действительно 700-ые V3 было очень тяжело достать. И наконец-то на изиках можно заработать. То есть эта пара на рынке сейчас стоит где-то 600 долларов. Спрос на эту пару действительно есть. И потихоньку они даже растут в цене. По поводу этих кроссовок я сейчас много не могу сказать, потому что я их первый раз в жизни вижу. Поэтому если этот ролик набирает 1000 лайков, я думаю, вы 1000 лайков точно сможете сделать, я сделаю обзор на 700 и V3. Ну и чисто потому, что мне самому интересно побольше про них узнать, потому что здесь на язычке я вижу рефлективные вставки и материалы здесь какие-то необычные, здесь типа носок. В общем, действительно, есть о чем поговорить, есть что рассказать про эти кроссовки, но надо подготовиться. Убираем их тоже в сторону, посмотрим, что же еще у нас есть. Так, еще одна коробка. Дырка на коробке. Это нехорошо, если коробка Adidas будет помятая, это может быть проблематично, потому что мятые коробки, это некрасиво. Так, открываем. А, это изики 350 V2, рефлективные. Я забыл, как называется расцветка, мне кажется, это изи рилы должны быть. Точнее, я не то что забыл, как называется расцветка, я даже не запоминал чисто потому, что они уже все называются одинаково. Как можно назвать расцветку изи рил? То есть, это изи-изи рил. Изи-изи. Ну, то есть, ну, вы сами все понимаете, там уже, мне кажется, у компании Adidas уже действительно просто с этими изиками крыша едет, и у них просто заканчивается фантазия. Особенно с названиями, с палитрой цветов, потому что они все одинаковые уже. Ну, действительно, просто одинаковые пары штампуют, называют их по-разному. Но это мое мнение, у меня реально уже начинает пригорать с изиков, потому что они творят вот действительно какую-то дичь. Откроем тоже эту коробку, посмотрим. Ух, что-то тугие прямо. Так, да, это... Стоп. Это должна быть рефлективная пара. Так, да, все четко, это рефлективная пара. Единственное, интересно, что Adidas сделали. Adidas выпустили изи рилы обычные и рефлективные. Но здесь разница не только в том, что они отражают свет при вспышке, а еще в том, что они сделали светящуюся в темноте подошву, то есть подошва светится в темноте. Ну и больше здесь, честно, не о чем говорить, потому что, ну, типа, обзоров на 350 и V2 даже у меня на канале слишком много, и мне нечего просто добавить про эту пару. Вот. У них светится подошва, они рефлективные. И если вы хотели себе когда-то купить рефлективные изики, чтобы быть самым крутым на районе, потому что обычные V2 уже есть у всех, рефлективных нету. Эта расцветка стоит, мне кажется, на 80 или на 100 долларов дороже ритейла. Они перепродаются, но не намного дороже, поэтому если вы хотите себе рефлективные изики, изи, изи рил рефлективные, это то, что вам надо, плюс здесь еще светится подошва. Убираем пару, смотрим на последнюю коробку, что же у нас там есть. Ну и последняя посылка. Я, мне кажется, знаю, что это, но я надеюсь, это та расцветка. Потому что пары, которые приходили с Farfetch'а, именно пары данков, многие пары, то есть магазин путался и отсылал не ту расцветку. Это круто, когда вам вместо синих прислали зеленые, но если вам вместо зеленых прислали синие, вы, и вы хотели их перепродать, то есть это неприятный уже момент. Поэтому... Первая пара была красная, когда должна была быть красная. Сейчас посмотрим, что с этой парой. Снова буклет Farfetch. И еще одна пара синих данков. Короче, я думаю, нет смысла особо про них говорить, потому что мы уже о них говорили. И размер тот же самый, поэтому вообще ничего нет. Так как у меня два размера 9,5 US, я одни это себе по-любому оставлю, а остальные идут в долгий холд, потому что цены на данки сейчас очень сильно растут на рынке. То есть в день релиза можно было зеленую пару взять за 35 тысяч. Сейчас они стоят уже в районе 40-42. И дальше цены пойдут только вверх. То есть я думаю, что к лету пары уже будут стоить под 50-55-60 тысяч. У нас 4 пары данков, 2 пары изей, 700 и в 3. Я сейчас, наверное, буду просто гуглить по ним всякую информацию, потому что я, честно, вообще ничего про изи в последнее время не читал. Чисто потому, что надоело. Ну, типа для меня изики еще год назад умерли. У меня нету ни одной пары изей. Все, что у меня были, я продал. Именно мои личные пары. И людей я тоже многих не понимаю. Нет, типа изики это очень удобная обувь. Я согласен. Типа 350 и V2 это удобная обувь. Они неплохо выглядят. Но меня именно раздражает то, что когда ты идешь по улице, и особенно в столицах это заметно, то есть в Москве, там в Лондоне, еще где-то. Когда ты идешь по улице в центре города, и на каждом третьем человеке ты можешь увидеть изики. Где индивидуальность людей? Ну, то есть я к тому, что разновидность обуви, ну, действительно, очень широкий спектр моделей, из которых можно выбирать очень много компаний. Ну, действительно, на любой вкус и цвет. А все гоняют в изиках, и мне это уже реально надоело. Но до сих пор даже все ресел-магазины, которые перепродают, да и до сих пор, наверное, самый большой спрос на изики 350 и V2. Ну, их слишком много уже. И может в каком-то смысле это хорошо. Типа компания Adidas зарабатывает просто дикие деньги на этом, потому что почти всегда sold out. Я, кстати, недавно заходил в торговый центр цветной, и на стенде, и вот именно просто линия кроссовок изи, и там столько расцветок было. То есть там три расцветки 350 и V2 было, 500 и... Ну, Adidas уже действительно заиграл все. То есть это еще какое-то время продлится, но мне кажется, просто все забьют скоро на изики вот прям совсем. И вот больше всего мне жалко людей, которые коллекционируют изики. То есть у меня есть кенты, которые типа собирают вот изики, именно вообще все, все, к чему прикасался Канни, вот у них есть. То есть начиная с Бейбста, который делали с Канни Уэстом, там найковских изей, и вот когда начали делать Adidas-овские изики, они такие, все, я буду покупать себе каждую пару. Какие-то за ресел, какие-то за ритейл, сами себе покупали. И в итоге мне сейчас их жалко, я прихожу к чуваку в гости, и просто все стены вот 350, 350, 350, потому что чувак хочет собрать себе коллекцию, но я у него спрашиваю, тебе типа не надоело просто собирать одни и те же типа кроссовки? Это одинаковые расцветки, то есть 350 и V2. Изначально это было интересно, потому что они как-то отличались там, когда выходили там коперы, потом зебры выходили. Была какая-то разница, и их просто не было так много на рынке. А сейчас можно просто зайти в Adidas и купить изики. Да, мне кажется, в 2016 году Канни Уэст сказал то, что изи is for everyone, типа каждый, кто хотел купить себе изи, сможет их купить в магазине. Так и происходит. Но вы представьте просто сколько людей на самом деле хотели изи, то, что вот уже, мне кажется, с 2015 года или 2016 они штампуют 350 и V2, сколько времени понадобилось, чтобы все действительно, кто хотели купить себе изи, купили их себе. То есть, ну действительно, компания просто 3 года сидела, вот на золотой жиле, и просто гребла бабки, потому что люди скупали эту пару, чисто из-за того, что они удобные, Канни Уэст, Хайп и все вместе. То есть, насколько сильно пропиарили эту пару, что до сих пор есть люди, которые прям горят, они хотят себе 350 и изики. Я любитель кроссовок, но я, честно, я этого уже не понимаю. То есть, я к изикам перегорел еще года два назад. Я бы лучше накопил, купил бы себе какие-то данки или там те же самые 700 и V3, либо Джорданы, но не стал бы ходить 350 и V2. Я знаю то, что очень многие, кто меня смотрит, у вас есть 350 и V2 изики, это ваше мнение, вам они по-любому нравятся, вы их будете носить. Я с вами просто делюсь тем, что я об этом думаю, потому что у меня действительно уже поднадоело это все уже. Хотя никто не знает, что дальше Adidas придумает, может, они сделают какой-то переворот, или Канни уйдет там в Рибок, и начнется все то же самое, будет Изи Рибок или там Изи Ванс. Посмотрим, поживем, увидим. В общем, что-то я заболтался с вами, но действительно давно так просто не говорил на камеру, и решил с вами поделиться, просто рассказать что да как. Надеюсь, вам понравился такой формат, напишите в комментариях, потому что если вы покажете под этим роликом то, что вам понравился такой формат, напишите в комментах, поставьте лайк. Я буду больше вот так вот разговаривать на камеру, показывать по ссылке, которые ко мне приходят, потому что приходят они довольно-таки часто. В общем, вы сами знаете, что делать. Ну что ж, вот мы и посмотрели на все шесть пар, которые мне пришли. Напишите в комментах, какая пара вам понравилась больше всего. Ну а так, вроде на все посмотрели, обо всем поговорили. Если ты новенький на этом канале, не забудь подписаться, также поддержите ролик пальцем вверх, напишите комментарий. Ну а так, с вами был Ярик Ахартс, вы были на канале Хайбист. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok